В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Какие изменения все-таки ожидают парк? Прошли еще одни общественные обсуждения дизайн-проекта. Столб упал, очередное обращение в городской дозор. Подарить шанс саровчан приглашают принять участие в акции сдачи крови на типирование. Далее расскажем обо всем подробно. В художественной галерее в очередной раз прошли слушания по поводу реконструкции парка культуры и отдыха имени Зернова. И в очередной раз на суд общественности представили проект. Правда, принципиальных отличий в нем от предыдущего присутствующие не обнаружили. Какие дополнения внесли специалисты и какая все-таки судьба ожидает одно из любимых мест для прогулок у саровчан, расскажем далее. Срок подачи документов на грант, согласно которому победивший город, получит 100 миллионов рублей на реконструкцию общественно значимого места почти истек. Успеть подать заявку нужно до 13 апреля. Шансы на успех у нас есть. Правда, в проекте реконструкции парка, созданном архитекторами города, собравшиеся в зале горожане, так и не смогли разглядеть цепляющую фишку. Нам нужно так сформулировать наш проект, чтобы мы не имеем какие-то фирминки и чем мы будем предъявлять. Нам нужно обеспечить молодежь, здесь детство, куда-то они могли сходить, отдохнуть и так далее. Когда есть такие условия, здесь обеспечить, то у нас есть одежда. На данный момент основной упор департамент архитектуры города делает на благоустройство набережной, реконструкцию дорожек и освещение, а также на создание стационарной сцены для массовых мероприятий. С некоторыми пунктами проекта не согласились присутствующие и предложили свое видение. Приоритетом на порядке предусмотреть следующие мероприятия. Во-первых, это устройство замкнутого ограждения парка. Мы понимаем, что забор это очень дорого, но нереально. Поэтому можно сделать по границам парка кустами, зелеными насаждениями. А еще создание велосипедных и роликовых дорожек, тропинок для скандинавской ходьбы, реконструкцию уже имеющейся сцены на танцевальной площадке и увеличение количества посадочных мест до 300 штук, вместо того, чтобы тратить деньги гранта на строительство новой. Времени остается все меньше. Каким будет парк будущего, вопрос до сих пор открытый. Смогут ли сотрудники Департамента архитектуры и градостроительства города представить проект так, чтобы он одержал победу, узнаем уже на следующей неделе. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Рубрика «Городской дозор» продолжает свою работу. Сегодня в редакцию нашего канала обратились обеспокоенные жители нового района. Возле детского сада номер 4 упал высоковольтный столб, который был установлен для временных работ. Что послужило причиной падения и кто ответственный за эту аварийную ситуацию, выясняла наша съемочная группа. Временная опора для высоковольтных проводов не выдержала испытанием времени и талами водами. Под воздействием влаги основание деревянного столба сгнило и он урухнул рядом с проезжей частью, близи жилых домов и детского сада. Пострадавших от падения столба нет. Но учитывая, что провода могут быть под напряжением и опасаясь трагических последствий, жители обратились за помощью к депутату по этому округу. Прибыв на место происшествия, Наталья Морозова сразу позвонила в соответствующие службы. Пока службы не подъехали, ситуация очень экстренная, поскольку я здесь стою, регулирую транспорт, чтобы он не проезжал, поскольку опасаюсь за жизнь и здоровье граждан. И полагаю, что, наверное, эти высоковольтные провода находятся под большим напряжением. Этой дорогой часто пользуются, чтобы пройти в сквер и забрать детей из детского сада. Но сейчас, чтобы добраться до нужного места, мамам с колясками приходится делать небольшой крюк по району. Опасно, я не знаю, что за кабель. Вот он торчит из столба. В Саровской электросетевой компании нам сообщили, что временные опоры ведут к замороженной стройке, а значит, вся ответственность за состояние деревянных столбов лежит на ее собственниках. Хозяева аварийного столба нашлись лишь через несколько часов, и бригада рабочих приступила к устранению последствий обрушения. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Президент России подписал закон, позволяющий жильцам заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями в обход управляющих компаний. Этот документ предусматривает возможность перехода на прямые договоры с потребителями в случае, если у управляющей компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца. Если управляющая компания исправно платит по счетам, жильцы вправе сами выбирать – оставить все как есть или на общем собрании принять решение о переходе на прямые договоры. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области зарегистрирован первый случай обращения за медицинской помощью после укуса клеща. К счастью, при проведении лабораторных исследований вируса энцефалита врачи не обнаружили. Медики напоминают о том, что с приходом теплой погоды наступает сезон присасывания клещей, поэтому при посещении лесов необходимо соблюдать меры защиты. В Сарове вырубят более 400 аварийных и сухостойных деревьев. Соответствующие заказы опубликованы на сайте госзакупок. Полный список деревьев, подлежащих вырубке с указанием адресов, можно посмотреть на сайте saro24.ru. С 27 апреля на официальном сайте областного правительства можно будет задать вопросы по организации лекарственного обеспечения и оказанию медицинской помощи. Горячая интернет-линия будет работать до 4 мая. В этот же день пройдет горячая телефонная линия по медицинской тематике. Задать свои вопросы можно будет по телефону 8-800-31-411-9191. Пасха – самый радостный и самый почитаемый праздник в православном мире. Ему предшествует суровый 40-дневный пост. Пасха готовится заранее. Убирает в домах, красят яйца, пекут куличи. С Пасхой связано множество традиций, обрядов и поверий. Но немногие на самом деле знают, как появился этот праздник и что он означает. Само название Пасха переводится как «пройти мимо» и связано с еврейской историей. Предание о том, как Моисей помог своему народу избавиться от гнета египтян, знакомо многим. За то, что египетский фараон не соглашался освободить иудеев от рабства, Всевышний наслал на страну 10 несчастьй. И самой страшной оказалась последняя казнь. Ангел смерти должен был унести с собой всех первенцев. Каждой еврейской семье было сказано вечером перед казнью зарезать ягненка, а его кровью пометить входную дверь, чтобы ангел смерти прошел мимо. Иудейская Пасха – это избавление народа еврейского из египетского рабства или освобождение их. А для нас Пасха, если перекликаться с Светким Заветом, это освобождение от смерти. Это радость того, что смерть упразднена. Пасха – это праздник, которым мы отмечаем воскресение Христова из мертвых. Воскресение – это значит восстание. Торжество торжества – именно так называют этот светлый праздник. Для православных верующих это главный день в году, долгожданный и особенный. К Пасхе готовятся заранее. Пекут куричи и красят и украшают яйца. Обычай красить яйца пришел к нам из предания о жизни Марии Магдалины. Она проповедовала перед императором Тибирием, и он сказал, что я не могу поверить в твою проповедь, скорее яйцо покраснеет на твоей руке, чем я поверю в то, что Христос воскрес. Яйцо вроде покраснело. Каждый год мы отмечаем Пасху в разное время. В Григорианском календаре этот праздник не имеет привязки к какому-то конкретному дню. Он отмечается в первое воскресенье после полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия. В этом году в Пасхальную ночь в нашем городе пройдет традиционный крестный ход. Пасхальные службы пройдут во всех храмах, а накануне праздника всежелающие могут осветить яйца и куличи. Время можно узнать на сайте православный Саров. Ежегодно в нашей стране злокачественные заболевания кроветворной системы диагностируют у 30 тысяч россиян. В неродственной трансплантации костного мозга нуждаются более 8 тысяч больных. Вы можете помочь им обрести шанс на выздоровление. 11 апреля по всей области пройдет акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. Саров участвует в ней уже второй раз. В прошлом году потенциальными донорами стали больше полусотни человек. Каждый день тяжелобольные дети и взрослые с лейкозом, или как его еще называют, рак крови, ждут своих доноров. Доброта и отзывчивость совершенно незнакомых людей дает им надежду на выздоровление и новую жизнь. Еще несколько лет назад этот диагноз звучал как приговор. Но благодаря широкому внедрению трансплантации костного мозга болезни крови стали излечимы. Главное, чтобы пациенты-донор были генетически совместимы. Понятно, что самый простой способ это искать среди родственников, среди близких родственников. Но, к сожалению, это далеко не всегда возможно. Они далеко не всегда есть, эти родственники. Далеко не всегда по состоянию здоровья они могут подойти. А совпадение должно быть примерно процентов 90 генотипа должно совпадать. Вот для этого и создаются уже на протяжении последних 20 лет во всем мире регистры доноров костного мозга. Туда привлекаются люди, добровольцы, которые сдают кровь на типирование. И дальше, если возникает больной человек, его также типируют и дальше по компьютеру смотрят, а кто в этом регистре ему подходит больше всего. В Национальном регистре потенциальных доноров, который был создан 3 года назад, насчитывается всего 79,5 тысяч человек, что в 100 раз меньше, чем, например, в Германии. Из-за этого дефицит доноров для наших граждан составляет 90%. И чаще всего их приходится искать за рубежом, что стоит очень дорого и для многих людей отсутствие такой суммы приговор. Поэтому очень важно, чтобы Национальный регистр постоянно пополнялся. Возраст должен быть от 18 до 45 лет, вес от 50 килограмм и соответствует определенному параметру. Он должен быть здоров. Если человек подходит, он приходит, сдает кровь 9 миллилитров и получает свидетельство, и получает памятку о том, что он теперь стал потенциальным донором. В мире было проведено так много процедур по взятию костного мозга, что существует достоверная статистика. Никакого влияния на здоровье доноров это не оказывает. А клетки костного мозга, пересаженные больному, способны спасти жизнь, даже когда все остальное уже бессильно. Когда этим начинали заниматься в России, смертность от лейкоза была более 80%. Сейчас выживаемость больше 80%. Мне кажется, такая перспектива, такая возможность для любого человека должна быть важной. Сделать такое дело в жизни. Акция проводится фондом Нижегородский онкологический научный центр. Принять в ней участие можно с 8 утра до 7 вечера по адресу. Проспект Ленина, дом 15. Более подробной информации по телефону 77-188. Наталья Петрунина, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Игорь Алексеевич Нагиба – лауреат государственной премии. Орденоносец, почетный ветеран РФИАЦ ВНИЕФ, ветеран труда Росатома. Его имя знакомо многим саровчанам. Во время работы в ядерном центре он занимался исследованиями коррозии урана и плутонии. Непосредственно под руководством академиков Харитона и Негина. А 6 апреля Игорь Алексеевич отметил свой 90-й день рождения. В этот день руководство администрации ядерного центра поблагодарили юбиляра за многолетний труд и пожелали здоровья и долгих лет жизни. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». А мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Такой торжественной обстановке и такому масштабу мероприятия позавидовали бы даже китайцы, признанные мастера организации красочных церемоний. Главы России и Турции жмут руки в президентском дворце в Анкаре, а за сотни километров от них в то же самое время в провинции Мерсин в небо устремляются тысячи воздушных шаров и начинается фейерверк. Все эти действия – звенья одной цепи, старта этапа заливки первого бетона в основании первого энергоблока, первой в Турции атомной станции АКУЮ. Проект, по которому будет построена АЭС АКУЮ, лучшее, что есть сегодня в российских ядерных технологиях. Станция «Поколение 3 плюс». Она отвечает всем требованиям безопасности выдвигаемым международным сообществом. АКУЮ, что в переводе означает «чистый источник». Сегодня у этого названия появляется новый смысл. Мы построим здесь новый источник, источник чистой энергии, и он принесет в дома Турции свет и тепло. Но не только светом и теплом хорош этот крупнейший международный проект, реализуемый Росатомом. Строительство АЭС АКУЮ повлечет за собой создание тысяч новых рабочих мест и обеспечение контрактами десятков промышленных предприятий в России и Турции. К примеру, волгодонский филиал «Атоммаша» в рамках заключенных договоров уже приступил к изготовлению корпуса и крышки реактора. Кроме того, здесь будут изготовлены комплект парогенераторов и четыре теплообменных аппарата. Первый энергоблок АЭС АКУЮ должен быть готов к 2023 году. В этом же темпе будут построены второй, третий и четвертый энергоблоки. Суммарная мощность атомной станции составит 4800 мегаватт. Владеть и управлять этой атомной генерацией будет российская страна. То есть Росатом получит выгоду не только от строительства, но и от эксплуатации будущей АЭС, продавая миллионы киловатт электроэнергии турецким партнерам. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте саров24.рум. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.